Для чего знакомиться с активными людьми? Для чего они не нужны? Можно жить в одиночестве. А вот активные люди нужны для того, чтобы пересекаться с ними, находить новые интересные дела. Например, вчера вечером приглашали пойти за каштанами. Не знаю, слышно ли на видео. Изредка слышно, как падают каштаны. Вот упал. Вот такая листва должна быть у каштанов. Выглядит совершенно по-другому, нежели у конских листочков. Кстати, каштаны съедобные бывают мужские и женские. Вот такое дерево вырастает на вид. Ему лет 200-300. Растет на хребте Котх. С той стороны прямо будет Хатепс. А вот с той стороны безымянная Фногорийская. За этот день я набрал полрузака каштанов. Наверное, килограммов 10 есть. Не знаю, что с ними делать буду. Пожадничал. Посмотрим, как обрабатывать. Мы их обжариваем. Либо на сковородке, либо в духовке. Кто на костре, когда как. Это настроение какое. Понятно. Потом это все чистится и порционно замораживается в морозильнике. Потом иду в поход. Я в мешочек взяла, в рюкзак закинула. Прям мороженое. Пока идешь, они растают. И пришли, обед готов. И яички, и каштанчики, и чаю. Обычно каштаны собираю на электричке еду. На Туаптинской электричке в сторону Чилипси. Но оказывается, здесь, в той же горячем ключе, есть каштаны. Вот туда мы сейчас идем. Доехали до Октябрьского. И теперь идем в сторону Хатепса. Посмотрим, найдем их или нет. Грибной запах в лесу. И вот первая находка. Летний опенок. Так расслаблено в своей жизни я еще никогда не жил. И думал, пройдет лето, и нужно будет браться за работу. Но нет. Уже осень, а и мы продолжаем все отдыхать, ездить по разным прикольным местам. Спрятали здесь. Ну-ка, с юбочками нет, без юбочек. Не будем убрать. Это вот, вот эта точка, эта, которая вот в яме. А-а-а. Нет, это... Ай, какие они. Пройдем через этот каштаник и перевизию здесь наведем. И в тот пойдем. Супер, мне нравится этот план. По-моему, кто-то уже собрал за нас, да? Не-не-не. Так, нету. Каштаник, ну, это жопная часть того, как они там являются. Ура! Я нашел! Я первый! Ха-ха-ха-ха! Мелкие? Нет? Нет, вон какой большой. Ну, ты врешь-то. Вон, нашел, нашел, нашел. Первый. Вот. А вот еще нашел. Ура! 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 Еще, еще! Мы его нахвозь, да, проходим? Сильно не наклоняются. О, еще! Ну, надо же, а! Слава проводнику! Проводнику слава! Ничего, народ говорит, что нужно идти дальше. Этот каштан какой-то мелкий. Вот он падает, вот они, такие вот каштаны. Их можно будет прийти домой и в микроволновке изготовить. Вот. Смотрите, вот в этих ежиках они хранятся. Так-с. Падают и получаются такие вот плоды. Но не факт, что наверху будет лучше. Поэтому я пока здесь пособираю. Бежали они вперед. Вот еще. Еще, еще. Лет 30-40 назад. Здесь были сплошные вырубки. И вот непонятно, почему каштан этот пожалели. Обычно его жалеют. Оп, упал, да? Обычно еще одна мысль. Ходят за каштанами, когда был ветер. И тогда они очень хорошо падают. Вот еще, еще маленькие. Ну, вот маленькие. Еще маленькие. Каштаны делятся на два вида. Одни съедобные, которые мы сейчас собираем. И другие, которые растут обычно в городах. Те, что в городах, называются конским каштаном. Вот еще. Они маленькие. Ой, вернее, они горькие на вкус. Говорят, если их очень сильно вымачивать. Какие-то с ними процедурами. Вот на дереве они растут. Таких вот ежиков. Потом раскрываются. Плоды выпадают. Но ежики эти сами выпадают. Тоже отдельно. Следы кабанов. Видимо, они питаются этими каштанами. Их еще здесь достаточно. Вот они. Вот они. Группа убежала вперед. Приходится их аукать. Ну, в принципе, здесь до дома. Можно и так дойти. За часа три часа. Ну, так выглядит сам каштан. Лиси у него совершенно не похожи на каннские. Сколько там у дерева? Лет 300, наверное. Почему его не спилили, а? Пожалели. А, ну, теперь понятно, почему не убежали. Здесь просто более крупный каштан. И деревья такие споленские. Лет 200-300. Им. Встретили еще одну группу. Вы из Октябрьского, да? Да. Понятно. Мы из горячего. Да. Выходим на хребет и видим, что здесь Ниву. А как она сюда заехала? Загадка. Хорошая дорога. Ну, пойдем. Лиши. Давайте про сердце. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Продолжение следует... Заехал. Спорт фильм. Смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok